Нейросети с каждым днём всё прочнее входят в нашу жизнь. О них слышали даже те, кто обычно далёк от передовых технологий, но каждому хочется, чтобы искусственный разум помог ему в работе, в творчестве или просто в развлечениях. Саслан Исаков до этого мастер-класса с нейросетью не работал. Слышал, конечно, что-то изучал, но не так серьёзно. Вообще-то он всерьёз занимается национальными танцами и думал, что искусственный интеллект вряд ли ему в этом чем-то поможет. Я немного связан с компьютерами, но конкретно с нейросетью я столкнулся первый раз. Мне это очень сильно заинтересовало, и я планирую как-то взаимодействовать с нейросетью. Нейросеть может всё, может создать какой-нибудь танец или какую-нибудь картинку из танца, и при желании это можно использовать. Основом взаимодействия с нейросетью ребят обучала Светлана Сазарукова, эксперт в IT-технологиях. Девушка всегда изучает новые веяния в этой сфере и уже неплохо знает работу искусственного интеллекта и охотно делится этими знаниями. Для меня, как человека, который занимается IT, открытие нейросети было максимально ярко и интересно. Это один из способов креативного мышления для детей. Здесь научиться правильно формировать свою мысль, от того, как мы научимся и правильно формировать точно то, что мы хотим получить в итоге, будет зависеть итоговая картинка. Не раз повторяю о том, что в нашей республике живут максимально талантливые ребята, их нужно просто направить в нужное русло, дать им ключевые моменты, как говорится, дать им ту самую удочку, а рыбу они обязательно с вами словят. В рамках мастер-класса подростки работали с нейросетью, которая по текстовому запросу и описанию рисует картины. Они узнали основы ее работы и поняли, как правильно делать запрос, чтобы получить желаемый результат. Джамиля Байрамукова педагога слушала очень внимательно, поэтому ей одной из первых удалось добиться результата. Нейросеть нарисовала котенка именно таким, каким его описала Джамиля. Мне было очень интересно, потому что я хотела углубиться в эту тему. Я считаю, что в век современных технологий необходимо владеть всесторонними навыками в компьютерных сферах и сферах искусственного интеллекта. По итогам мастер-класса дети получили не только новые знания. Самое главное, они поняли, что нейросеть – это не что-то далекое и сложное. Они увидели, что работать с ней можно научиться и дома, и для этого не нужно иметь специальное образование. Эрнест Чуков, Ливан Задзамия, Архиз, 24.